Древнеегипет 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 часто призывали ее защищать продовольственные магазины от насекомых, мыши и змеи, а не только как поставщика продуктов питания. Ее изображение также появляется на марках и пробках для винных емкостей. Иногда считалось, что в аренунитет, как у богини питания, есть муж Сибек. Он был представлен как реконим и животное разливание, которое наносило плодородный ил, обеспечивающий обильный урожай. Чаще ренунитет рассматривалась как мать Нехепкау, которую иногда также изображали в виде змеи. Когда ренунитет считалась матерью Нехепкау, считалось, что у нее есть муж Геп, который олицетворил землю. Она была матерью бога Непри. Позже, как бог змея, которые поклонялись по всему Нижнему Египту, ренунитет все чаще ассоциировалась с Ваджетом, могущественным защитником Нижнего Египта и другой богиней-змеей, представленной в виде кобры. В конце концов, ренунитет был идентифицирован как альтернативная форма Ваджет, чей взгляд, как говорили, убивал врагов. Ваджет была кобра, изображенная на короне фараона. Ренунитет также отождествлялась смерть Сигер, богиней кобры Фиванского некрополя, и была синкретизирована с Эсидой. Ну вот так вкратце из Википедии о богине зерна, винограда, питания и сбора урожая триднеегипетской религии. Ренунитет. Пока-пока, до свидания.